Вопрос. Получается набрать много номеров, телефонов, но не получается вытягивать девушек на свидание. А если получается, то свидание становится последним. Как повысить эффективность, чтобы номер не сгорал? Ну это классическая, как я описывал в книжке, классическая тема. В чем она заключается? В том, что это такой этап, когда от тебя прет, ты знакомишься, много телефонов, ноль вызванов. Потому что познакомился ты, классно, все хорошо, вроде бы казалось бы, она ведется, а не вызванивается. Почему это происходит? Кто знает, кстати, почему это происходит? Напишите прямо в чат. Уже разбирали много раз на самом деле, но ничего, повторение мать учения. Значит, почему происходит ситуация, что много номеров и нет свиданок? Какой диагноз данная история? Что? Кто знает? У нас уже очень много, 300 человек грамотных в этом чате. Так, интриги не хватает. Бояться. Ну, окей, понятно. Потому что сразу общаться нужно. Привет всем. Ну я уже говорил, смотрите. Окей, да, как в продажах. Мало ценности, потому что она тебя забудет через 2,5 секунды. Вот, правильно. Значит, смотрите, я всегда говорю, ребята, такое правило, на тренинге в Киеве, который я вел, значит, там сидели люди, я им постоянно говорил, весь тренинг, кто был в Киеве, у меня, да, что в наше время мы немножко по-другому работаем уже сейчас. Не так, как вот написано в старых книжках, да, я, кстати, книжки переписал, там уже по-другому написано. Вот, то есть выйдет там в сентябре или там в октябре, ну, в общем, в какой-то момент выйдет «Новая жизнь без трусов», обновленная, где уже написано правильно, как нужно делать. Если ты берешь телефон, то после того, как ты взял телефон, ну, ты сейчас телефон не берешь, ты берешь WhatsApp, там, или Telego, что-то такое, да, после этого, после того, как вы ушли, начинай сразу с ними общаться. Почему? Потому что контакт – это еще ничего, она забудет тебя через, там, час уже. Подошел какой-то случайный парень, для нее никто вообще забыл она тебя. У нас очень демономичная жизнь у женщин, даже если ты с ней круто познакомился, она может тебя забыть, нужно поддерживать. То есть, грубо говоря, знаете, я же знаю, как происходит обычно такое уличное знакомство, много раз сам так делал, и понятно, по каким причинам это быстро. Потому что ты идешь, видишь красивую девушку, идешь по своим делам, раз, подошел, стрянул телефон, быстро, да, за это время не успел незначимость свою поднять, ни образ никакой и так далее. И никаких ресурсов у тебя для этого нету, то есть, ты не подготовлен, в стиле Макса там не проходил, допустим, да, где рассказывается, как сделать так, чтобы вот так подошел к девушке, познакомился, далась в инсту, она зашла в инсту и охерела, да, и уже сразу значимость появилась. То есть, грубо говоря, кстати говоря, в стиле Макс можно и не продолжать общение, там общение греется девушка в сторисах, которые ты снимаешь. Но, если у тебя вот этой системы нет, да, если ты не прогреваешь их через инсту конвертищами, сторисами, там и так далее, а ты просто подошел в стряной телефон, то тебе важно продолжать ее греть дальше. Каким образом можно ее греть? Ну, вот вариант через инсту, который ты специально для этого ведешь, для того, чтобы всех женщин греть, это самый лучший вариант, да. Но, если у тебя такого варианта нет, тогда в этой ситуации ты начинаешь греть ее по переписке. То есть, ты пишешь ей что-то, да, что ее греет, а цель этих сообщений, вот просто так мы никогда не общаемся, да, почему? Когда ты пишешь что-то просто так, ты просто тратишь время, и она понимает, что, ну, парень там просто тратит мое время, да. Когда ты общаешься с девушкой, твои сообщения должны повышать твою значимость как мужчины. Это значит, что ее что-то заинтересовывает в том, что ты пишешь. Что женщинам больше всего интересно? Как вы думаете? Давайте, конкурс. Кто скажет, что больше всего женщины хотят? Мечтают о чем? О ком мечтают женщины? Все вообще, поголовно. Просто вот есть один только правильный ответ, о чем все мечтают женщины. Ну, член это само собой, даже член это by default называется. Но о члене, они все мечтают подсознательно. То есть, они все, их тело мечтает о члене, организм мечтает о члене, оказаться на том члене. Но о чем мечтает любая женщина, вот о рыцаре на коне, близко, но еще не точно. Когда напишите, вот, девушки, помогите, пожалуйста, о чем мечтают о счастье? Это близко, но не в точку. О чем мечтают все женщины? О крутом сансе, которому она интересна. Близко, но не точно. Кто-нибудь напишет? Вот просто, знаете, когда я скажу, то все женщины сразу начнут плюсовать и говорить, да, 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 да. А принцы, это очень близко. Очень-очень близко. О чем мечтают все женщины? Правильно. Все женщины мечтают о бабле. Это правда жизни, нашей современной реальности. Почему я это вам говорю? Потому что это не я придумал, что женщины мечтают о бабле. Потому что, к сожалению, ну, или к счастью, я не знаю, ну, то есть, как, знаете, есть анекдот там, что пессимист думает, что все женщины шлюхи, а оптимист на это надеется, да. Так вот, ну, можно, конечно, там загоняться и говорить, вот они все корыстные сучки, мрази, думают о бабле. Но я оптимист, и поэтому думаю, хорошо, что они думают о бабле. Ведь раз я знаю, о чем мечтают все женщины, я же могу легко их на это ловить. Вот это мышление-соблазнитель. То есть, правильно, эффективное мышление-соблазнительное. Женщины все мечтают о бабле. О легком бабле, что вот идет человек по улице, вот Ольга пишет сразу плюс, да. Все женщины скажут, что они мечтают о бабле. Я помню, как-то раз делал такой эксперимент. Мне как-то одна девочка говорит, слушай, но, может быть, какие-то женщины мечтают о муже, там, о длительных отношениях. И у меня были девочки, которые ко мне обращались, хотели найти себе мужа. И я спросил, девчонки, а что вот лучше, чтобы вы мужа себе нашли, реализовали свою цель, или нашли мужчину, у которого куча бабок, и он будет с вами там тусоваться. Конечно, бабок. То есть, грубо говоря, почему женщины мечтают о замужестве? Потому что они не могут найти на халяву кучу бабок. Если они найдут принца на белом коне, там, суперолигарха, который хотя бы любовницей своей сделает. Или представьте себе, мы откатываемся, 14 век, там, Людовик 14, там, или какой-то там. Вот, значит, и идет по улице, и стоит дама, которая ищет мужа себе. И он говорит, ха, будешь ли ты моей этой любовницей? И она такая, конечно. Какие вопросы? О чем вы говорите? Конечно, буду. Да, почему? Ну, потому что это природа женщин. То есть, все женщины шлюхи. Ну, я оптимист. Соответственно, раз все женщины шлюхи, это как аксиомы уже у нас, да. А, кстати, со мной вот регулярно просто спорят очень сильно. Я говорю, ну, хорошо, давайте посмотрим сейчас. Мимо пройдет какой-нибудь олигарх и попросит сесть в Роллс-Ройс, там, поговорить. Кто откажется? Или какой-нибудь парень на Макларене сейчас такой классный молодой проедет, там, кто не обернется? Ну, то есть, это то же самое, что сказать, что мужчины не хотят красивых сексуальных блондинок с классными сиськами, голубоглазых, да, которые просто невозможно устоять. Но это только если член не стоит. То же самое, если у женщины. Если женщина уже на себе поставила крест, она не привлекательна, да, то она будет говорить, я вот, я мечтаю не об этом. То есть, для женщин бабло это то же самое, что, это аттрактор, самый главный для женщин. Это то же самое примерно, что для мужчин сексуальное красивое тело, да. Ну, конечно, многие наелись сексуального красивого тела, хотят себе серую мышку, которая будет, там, ножки, там, твои, значит, массировать регулярно и, значит, готовить тебе. Но даже вот, например, такой человек, как я, да, нажрался уже красивых тел, но я все равно, как мимо идет блондинка, я все равно повернусь и буду ее оценивать. Это ничего с собой не сделаешь, понимаете. То же самое и женщина. Если проезжает мимо классный чувак на Макларене, да, или просто едет тупо Макларен все девочки, кто за рулем, понимаете, да. Это, ну, просто ничего с этим не сделаешь. Поэтому не ругайте меня за такой цинизм, да, эта жизнь такая циничная, соответственно, понимаете, что самый простой вариант, вообще стопроцентный вариант, абсолютно стопудовый вариант всегда был и есть, и это показать, что ты крут в этом отношении. Что ты тот самый человек, который вот он, принц на белом коне, самый простой. И поэтому я объясняю людям, что у нас там испокон веков в теме были такие легенды, типа легенда олигарха там и так далее, а сейчас еще все обновилось и появились еще более крутые схемы, да. И вот многие люди, тот же Мистери, например, меня немножко обвиняли в том, что как раз Мистери говорил, это не честно там, вы на бабло, женщин, туда-сюда. Да, ну, тут как бы мне звонит недавно одна из его девиц, и я как-то упомянул это, и она мне говорит, слушай, да он как бы немножко лицемерит. Ты знаешь, говорит, как он стриптизер снимает? Он заходит в бар, в стрип-бар, и первое, что он делает, идет, делает вид, что он договаривается с менеджерами о том, чтобы там организовать какую-то тусовку, чтобы все стрипки видели, что он, типа, тут с местным стаффом общается, с управляющим и так далее. А после этого он садится за стол и уже там все по-другому, уже к нему относятся по-другому, да. Вот, понимаете, это все одинаковая схема, то есть женщина хочет кого? Того, кто сверху, всегда. И это вот самый стопроцентный вариант ее снять, соответственно, задача какая наша? Наша задача ее обмануть, показать, что я тот, кто сверху. То есть я вот никто, Алекс Несли никто, человек никто, эго ноль, да, там живу в различных отелях, бомж по всему миру, да, но я показываю ей, что я супер олигарх, там, мне это показать можно, легко, любому человеку тоже можно. То есть любой человек может показать, что он сильно выше, чем он есть. Флексить, так называется тема, флекс, все. Вот, это, на самом деле, это отдельная история соблазнения топовых женщин, она появилась не так давно у нас в теме, раньше не так этим увлекался, как сейчас, потому что именно вот момент такой, когда мы решили эту тему усилить, потому что многие задавали вопросы такие и так далее. Вот, но это как бы не единственный стиль, не единственный способ там сделать так, чтобы ты был ей интересен. Есть еще другие стили, есть, например, классная фишка легенда сексолога, специалиста по отношениям, да, тоже. Это всем девочкам интересно. То есть, грубо говоря, твоя задача, когда ты греешь на этапе, когда ты греешь, применять какую-то из схем прогревания ее, ну, ты точно знать должен, какой ты схемой прогреваешь. Либо ты прогреваешь ее тем, что бабло, либо ты прогреваешь ее тем, что что-то интересное, да. Ей должно быть интересно с тобой общаться, да. Тогда дальше ты сможешь ее вытащить легче гораздо. Поэтому, скажем так, я бы на твоем месте и на месте всех людей, у которых такая проблема, таких людей, я уверен, что таких людей примерно полчата, которые набирают телефоны и эффективность нулевая. Я бы на вашем месте занялся следующим. Занялся тем, чтобы усиливать свой образ под какой-то легендой. Не нравится вам, допустим, косить под олигарха, окей, там, молодой слишком и так далее, миллионер. Хотя тоже у нас люди там на стиле Макс, на тренинге по 20 лет. Я недавно вот смотрел фотки, я офигел, потому что там, ну, чел на Феррари. Ему 20 лет. Да все бабы его это однозначно, 100%. Понимаете? То есть после вот этой фотки, да, с Феррари, все эти волки... А что нужно сделать, чтобы сделать фотку с Феррари? Сколько для этого нужно денег? Как вы думаете? Чтобы сфоткаться с Феррари? Что типа твоя Феррари, да? Для этого не нужно ничего вообще. Просто идешь мимо, видишь, Феррари стоит припаркованная и фоткаешься, все. Ну, просто нужно правильно так сфоткаться, органично, так, чтобы они верили, что это твоя тачка. Ну, и как бы это целая система, об этом не буду отдельно говорить. Это очень легко. Так что этим стилем я тоже вам рекомендую заняться. Если не нравится, вообще не заходит, то пробуйте другие стили. Там стиль консультанта по отношениям девочек, очень классно работает. Стиль тренера, там, для женщин, тоже классно работает. Фотограф, да, тоже круто работает, много раз это было и так далее. Ваша задача выбрать подходящий для себя образ, вложить свою энергию в его формирование и после этого, да, это как раз работа не связана с непосредственным соблазнением, да. То есть это грамотные фотки в грамотных локациях, грамотное создание инсты, которые у тебя будут прогревать сама. После этого ты даешь девочке инсту, ты знаешь, что она будет греть, сама инста, и ты уже становишься интересен. И у тебя гораздо выше конверсии, и все, да, то есть это делается в наше время гораздо проще. Я вам честно скажу, что сейчас соблазнять женщин полная халява по сравнению с тем, что мы делали раньше. Раньше не было инстаграма, раньше не было ничего, никак ты образ не создашь. Мы подходили к девочкам, у нас были кнопочные телефоны, я даже не мог показать фотографию ей, понимаете. И мне приходилось развивать навыки коммуникации, общаться так красиво с ней, чтобы она верила по моим рассказам, что я невероятно крут, или богат, или там у меня в подчинении 500 человек, или я там супер иллюзионист, фокусник, как мистери, например, да. А сейчас этого достаточно просто взять и снимать фотографии, и, ребят, у вас реально в ваше время вы халявщики, вам нужно вообще с ними не говорить, понимаете. Вам нужно заниматься сейчас созданием своего профиля в инстаграме, например, да, для того, чтобы их соблазнять. Потому что они первое, что делают, это спрашивают, там, какая у тебя инста, ты покажешь им свой инсту, допустим, да, и дальше там, что они видят, да. Они, допустим, видят, вот чувак там в бизнес-жете летит, ни хера себе, короче, значит, он крутой, все, можно с ним общаться. Опа, и готово. Окей. Кстати, вопросы я читаю с WhatsApp. Вот, значит, соответственно, WhatsApp у вас сейчас, вы видите, в комментах указан, также он указан во всех телеграм-каналах, в чате и так далее.